Бабушки Валентина и Татьяна живут в пяти километрах отсюда. Но, несмотря на дождь и сильный ветер, сегодня пришли на службу. Как иначе, церковь восстанавливали всем миром. Ну так а чтоб я ничего не проживу? Хватит на лекарство и на хлеб, а на церковь упершую чаргу. Господу, помолимся! В Хатлянах праздник. Храм строили больше трёх лет. И сегодня его очередное возрождение. 2013-е, канун Рождества. И вдруг пожар. Его тушили больше трёх часов, но спасти церковь не удалось. Уцелел лишь этот порог. И хотя виновных так и не нашли, местные по-прежнему уверены. Храм подожгли. Но зла, как учит Бог, здесь ни на кого не держат. Бог судя тому. Кто-то зробил, например, что этот храм у нас так получилось. На такие праздники, на Рождество, как раз. Это вообще было. Мы в таком городе были, что радостный праздник такой был. А мы стояли возле, здесь, на этом папеолище. И все рыдали. Не только плакали, рыдали, стояли. Сегодня они тоже плачут, но уже от радости. А протоиерей Виталий Лешкевич, благодаря которому и воссоздали храм, сегодня в праздничном белом облачении. Хотя, признаётся, было время, руки опускались. Таких храмов уже нету на земле, понимаете. И вот один человек приехал и одушевил меня. Вот отец Виталий, ну представьте, что уже на всей земле не будет такого храма. И вот, честно сказать, я очень переживал, что, Господи, ну как, невозможно. В городах храмы строят с такими усилиями, с таким трудом. Но, помолившись, попросивши благословения Господа, Божьей Матери, начали свои труды. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы считалась памятником деревянного зодчества. И, слава Богу, говорят здесь, что старые чертежи сохранились. Пятикопольный деревянный храм – проект известного архитектора Константина Тона. Он также построил храм Христа Спасителя, Большой Кремлёвский дворец, а ещё оружейную палату в Москве. Сегодня эта церковь выглядит так же, как и в 19 веке. И всё же кое-какие элементы современники добавили. Кузнец Василий Черков вместе с сыном украсили крыльцо виноградной лозой. Вот начали мы сначала столбы оковывать полностью. Это как бы идёт ветка. Мастер переживает, что не всё успели сделать к освящению церкви. Ведь задумок много, но жители этой деревни точно знают. Всё получится. Главное – верить. Наталья Козья, Александр Автухов. Наши новости.